Если вы почитаете уставы вузов, то что там описано это анекдотично, особенно вот устав мне понравился Белорусского государственного педагогического университета, в котором студентам запрещено, например, во время ходьбы набирать смс-сообщения, лазить по карнизам, прыгать, то есть там вот регламентация всех видов деятельности очень специфических, это вызывает просто недоумение. На самом деле, как мы для себя решили, это попытка при помощи дисциплинарных мер уложить вот в эту бюрократическую структуру изменения просто и коммуникации, поведения и вообще человеческих типажей, которые сегодня попадают в эту самую образовательную систему. И вот эти вот дисциплинарные меры, они, конечно, вызывают иронию, потому что понятно, что это ничего не изменит. Ну и надо сказать, что практически все то, что обозначено в белорусских вузах как цель, то есть, например, обеспечение междисциплинарности знания, обеспечение практикоориентированности этого знания, это практически не работает в случае с социальными и гуманитарными дисциплинами, и это очень такой печальный момент. Сейчас я хотела бы пригласить сюда Ольгу Шпарагу и Татьяну Водолажскую для того, чтобы высказаться по поводу того, что сейчас прозвучало. Если попробовать подумать и сравнить, поместить в более широкий европейский контекст, то если на эти гуманитарные и социальные науки посмотреть где-нибудь в Германии, то, на мой взгляд, и по их содержанию, и по устройству, исходя из коммуникации между студентами и администрацией студентами, с преподавателями, исходя из того, какие дисциплины преподаются, каким образом, что там, это более вернотальное преподавание, на мой взгляд, в европейском пространстве, если только его взять, социальные и гуманитарные науки предлагают такую инфраструктуру демократии. То есть вот все дисциплины, которые есть, ну, я не знаю, политические науки, исторические науки, они все отвечают тем институтам, которые существуют в обществе, тем практикам, которые нужно поддерживать, поэтому сегодня появляются, я не знаю, гендерные исследования, визуальные исследования, потому что нужно с визуальной культурой активно работать, да, гуманитарные науки еще играют важную роль в связи с тем, ну, если вот Германию, мы немножко больше знаем, да, это такое общество, в котором дискуссия и дебаты играют очень важную роль, да, и поэтому гуманитарные науки делают очень важную ставку на публичность, и то, какие вещи преподаются, и то, как они преподаются, да, вот этот весь дискуссионный характер плюс академическое самоуправление, оно должно, получается, не просто поддерживать вот эти институты, которые есть в демократическом обществе и практике, но и еще и создавать определенную среду, где бы граждане были активными, и где бы граждане были образованными, да, если теперь посмотреть на нашу модель, вот структурно, как она выглядит, да, из того, что Алексей говорил, то есть студентам, ну, и преподавателям, возможно, непонятно вся система, появились эти модули, произошло такое сплавление одних курсов с другими, там, психологии, с философией, непонятные связи между ними, непонятная система коммуникации, к ней вопросы, да, это иерархия, бессистемность, закрытых, плюс вот эти дисциплинарные предписания. По существу получается, что у нас такая система, то, что создают социально-гуманитарные науки, это такая инфраструктура квазистабильности. Я хочу сказать, что очень интересные были мнения студентов по поводу самостоятельной работы, да, как раз, они говорили о том, что, ну да, вот у меня была мысль такая, что мне какая-то тема заинтересовала, а давай-ка я почитаю что-нибудь. Я прихожу, например, в общежитие к себе, возвращаюсь, там еще там три человека, допустим, а они не читают. Ну, и у меня проходит этот импульс, да. То есть вопрос здесь в наличии среды какой-то, да, и ценностей внутри этой среды. Вообще достаточно интересно было бы воссоздать ту картину образования, и гуманитарного образования, и университета, которые есть у них в голове. Не тем, что называются проблемами, да, а то, как это видится. И думаю, что, ну, эта картина будет, собственно, представлять саму по себе проблему. Потому что, ну, мне кажется, основной ступор, да, даже не в модернизации, а в реформировании состоит в том, что мы все время пытаемся, ну, мы, все время, если происходят какие-то изменения, они происходят, ну, как бы, снизу или очень локально, да, ну, вот, это у вас даже рекомендация там. А давайте мы вот тут подправим, ну, как бы, тут подпилим, там, там ликвидируем сложность, тут, но, как бы, вся система целиком не меняется. Мысль о том, что вся система общения работает, она такая страшная, да, страшная, да, что вот мы сейчас сидим, и если мы ее озвучим, то что дальше-то вообще? И поэтому мы вот оказываемся немножко заложниками, да, этой системы, ну, и, так сказать, вопрос очень важный, как можно все-таки пытаться что-то изменить, то есть, я знаю несколько способов, ну, по крайней мере, некоторые предлагают, ну, или предлагают сделать просто вот параллельные образовательные проекты, да, как бы с чистого листа. С другой стороны, мы знаем, что в стране есть опыт таких проектов, да, которые тоже не всегда, ну, довольно специфические, если вспомнить историю, там, Европейского университета, например, да, с неопределенным будущим. И это была такая попытка создать именно параллельную институцию, да, такую вот перпендикулярную существовавшую систему. И вот вопрос, как в условиях современной Беларуси и так что-то подкручивать, мониторить что-то, или сказать, допустим, коллеге, вот, невозможно что-то менять, БГУ, историк Андрей Котлевчук, работающий в Содер-Торне, в интервью мне прямо так сказал, БГУ надо уничтожить и создать новую институцию вместо него. И это не только он. В фокус-группах были мнения, что это все надо разрушить, да, уничтожить, и на этом месте создать что-то новое. Вот вопрос, что делать, как вы думаете? Ну, во-первых, наверное, хорошо, но мы, что наши руки до этого все равно не досягнут, то есть уничтожить мы это не можем, это раз. Да, и, в общем, обсуждать, что мы можем сделать, можно только, ну, на длину наших рук, ну, как мне кажется, или там, поэтому, в общем, уничтожить мы это не можем. Я, в общем, действительно думаю, что вот эти преобразования, они состоят, ну, как это, не в том, чтобы там создать что-то параллельно, и вот оно там вырастет идеально, там, идеальная конструкция, а в том, чтобы, вот я не зря вспомнила этот период, там, 96-го, когда создается следа. Ну, то есть никогда, вот невозможно построить что-нибудь сразу, однозначно красивое, правильное, по самому правильному проекту с первого раза, да? То есть все, что, ну, как-то образование в Беларуси будет выстраиваться через, там, соперничество, ошибки, поиски и так далее. И в этом смысле вот это создание многообразия. Как бы мы не оценивали скромно, там, усилия, там, Эклаба, там, Ветучего университета, коллеги и так далее. Ну, все равно это создает определенную среду. Вопрос в том, какие вопросы мы затрагиваем, что мы цепляем, какие предлагаем абсолютно другие модели. И вот, ну, для меня это, это все равно это расшатывает систему и создает, ну, как бы, флаздарм для задавания вопросов, ну, и в определенный момент выхода на какие-то, там, организационные решения, там, политические решения. Но это не точно, вот, давайте построим на Комистральный университет, где есть сбоку, там, в Польшу, а потом его перевезем прямо с созданием к нам. Можно, кстати, сказать, что... Да-да-да, я просто уже прокомментирую, да, чтобы мысль совпала, а то сейчас потеряется и погибнет. Просто во время фокус-группы речь шла о том, может ли у нас появиться новое, например, да, ну, вообще. Как таковое, такая тема была довольно любопытная и, в принципе, только две модели проявления нового, как мы выяснили вот во время фокус-групп. Первое, это вот внешний импульс, структуры вообще все начинают меняться, как в конце 80-х, начале 90-х, когда то, о чем вы сказали, происходило, когда институционализировался ряд дисциплин, например, та же социология появилась в вузах и так далее. А второй неожиданный такой, но интересный момент, это когда вот сейчас, например, существует институт журналистики, а вдруг своим журналистам нужны там визуальные методы работы с чем-то и так далее, и появляется запрос у самих студентов, и администрация, это зависит, конечно же, от нее, делает следующее, она приглашает практиков специалистов, независимо от их встроенности в академическую систему. Для этого должен возникнуть запрос. А для того, чтобы возникнуть запрос, должно быть представление об ином, ну, хоть откуда-то взятое. Ну, я согласна, конечно, про альтернативную следу, и к нам некоторое время назад, месяц назад или пару, приезжал вот из Грузии эксперт, очень политик, действующий, очень ругал их систему высшего образования, и где вы тогда получаете образование, спросили мы его, ну, где, в неформальной сфере, мы все выросли, у нас в Грузии очень много всяких, да, там, предложений неформального образования, и мы там получали, и за границей. И вот это позволило нам вырасти новой генерацией. Ну, не знаю, насколько он прав, надо это проверять, но, в общем, было такое мнение выставлено. Но все-таки, мне кажется, сравнивая с 90-ми годами, и я там защитила диссертацию в ИГУ, но пошла работать в ИГУ, сейчас я делаю вывод, что мы мало занимались политикой. Политикой нужно больше заниматься в ВУЗах, нужно думать о самоуправлении, да, о своих правах. То есть сейчас я думаю, что уже понятно насчет содержания, что никуда мы без нового знания не денемся, на него есть запрос на это знание, да, но, чтобы это новое знание получить, для этого нужна определенная среда, нужны эти самые дискуссии, да, нужны эти самые правила, по которым мы будем это все внедрять, и вот эти вот все требования к, ну, вот, академические свободы, да, избрания, руководства. Кого вопросы, пожалуйста? Да. Вот один вопрос, два, три. Давайте с вас, хорошо? Ну, вот, вы первое понятие. Вы преподносите это как такой отчет, да, и называете это проблемы, ну, вот вообще высшего образования, но участвовало у вас в опросе 49 респондентов. Ну, считаете ли вы это вообще настолько субъективно, что можно ли это называть вот таким вот каким-то глобальным отчетом, как это позиционируется? То есть он не претендует на репрезентативность или охват того, что, всего, что происходит, а скорее на, ну, выставление реперов и неких точек, про которые дальше можно размышлять. И он, конечно, не дает картину в целом. Ну, или проверять. Да, 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 или проверять, или строить какие-то эпоптизы, которые уже можно дальше проверять, насколько это распространено, например, да? То есть, ну, это просто другой тип исследования. Такой вопрос. Все-таки у этого исследования была какая-то цель, да? И вот вопрос стоит он. Какие промежуточные хотя бы выводы уже можно струмалировать? Потому что мы слышали, скажем так, пересказ самым важнейшим моментом, видимо. Вот эта цель, она как-то достигнута. И если достигнута, то какие выводы можно сделать? Ну, во-первых, изначально цель у нас была, как бы задача была изучить отношение к ряду аспектов функционирования системы, да? И, в принципе, мы получили ответы на вот эти вопросы, которые мы задавали. И мы можем сейчас более-менее представить, как работают какие-то вещи или не работают, да, внутри этой системы. Также еще одна наша цель была, это попытаться вот то, что нам сказали, оформить в виде запроса на какие-то изменения, да? И сделать несколько рекомендаций по этим изменениям. Или, по крайней мере, потому, что можно корректировать. Мы сегодня уже тут выясняли, да, что надо либо глобально все менять, либо пытаться частично что-то изменить, да? Ну, в связи рекомендаций, в связи некоторых рекомендаций мы попытались, ну, предложить, да, чтобы, например, были какие-то публичные слушания, дискуссии, обсуждения образовательной тематики, чтобы в этом участвовали и родители, и студенты, и работодатели, и так далее, а не только государство. Также, все-таки, вот, проведение кампании по повреждению генового стереотипа, это очень важно, потому что это независимо от того, какая сейчас эта система, тем не менее, это может так или иначе начать работать. Расширение студенческо-припевательской мобильности, ну, понимаете, вопрос же часто заключается в том, что, например, некоторые студенты могут ездить, эти преподаватели могут ездить, но они не знают об этих возможностях. При исследовании фокус-групп разных у студентов и преподавателей одинаковое понимание, какие есть проблемы, и где, может быть, ключевые расхождения у них идут, которые не позволяют нормальную реформу провести? Честно говоря, то, о чем мы говорили, о том, что образ миссии университета формируется совершенно негативным образом, то есть отталкиваясь от того, что не нравится, это то же самое у студентов и преподавателей. Абсолютно то же самое. Преподаватели обсуждали о том, что вот развалилась советская система, сейчас появился выбор там и профилизации разных специальностей, однако все вместе это не коррелирует, да? То есть это констатация того, что они видят по сравнению с... Ну, нет никакого образа будущего, условно говоря, да? Ну, и надо сказать, что есть определенная проблема действительно со стратегическим мышлением, ну, с представлением вообще общей картины того, как это должно работать, скажем так. Расхождение... Я хочу сказать, что расхождение интересное в области того, чем мы говорили, о гендерных стереотипах. Студенты об этом говорили очень много, а преподавателей очень мало. Русские субтитры создавали... Продолжение следует...